Библейский портал экзегет.ру представляет Поит пустошь, я загоняю добычу для львицы, чтобы накормить ее львят В этом мире есть и страдания, и смерти много иное, но в конечном счете он благ Все устроено разумно, равномерно, и это моя воля, ты просто ее не понимаешь В принципе, это ответ, но какой-то недостаточный А мне-то что скажет на это Иов? Он это не говорит Он говорит, я налагаю ладонь на уста, я молчу, больше ни о чем не спрашиваю Но Господь-то понимает, что он не ответил на главный вопрос Иова За что мне это? Почему ты меня так мучаешь? Он же это спрашивал И в 40 главе он отвечает, но не так, как ждет Иов, не так, как ждали бы мы Это враг, искуситель меня там смущал и говорил, что ты за плату не верен А я вот проверил, ты прошел испытание, молодец, даже близко этого он не скажет И продолжит этот расспрос Тогда из буря ответил его Господь Припояшь свои бедра, как муж Я спрошу, а ты объясни Неужели ты отвергнешь мой суд? Обвинишь меня, чтобы оправдаться самому? Может, мощью ты подобен Богу, и как он, говоришь, в раскатах грома? Тогда укрась себя величием высоким Облекись сияющую славу, дай волю ярости и гневу Взгляни на гордеца и смири его Взгляни на гордеца и покори его А нечестивых раздави на месте Разом их в землю зарой, в подземелье их заточи И тогда я воздам тебе хвалу Твоя десница спасет тебя Ты хочешь установить в этом мире справедливость? Иов, попробуй Вот в России 20 века попробовали установить справедливость Построить бесклассовое общество, где никто никого не угнетает Что получилось? Ну, не очень хорошо, на мой взгляд, получилось Слишком много людей поубивали и замучили Без особых на то оснований Вот не может человек установить на земле окончательную справедливость Россия не единственный пример попытки установить правильный строй И уничтожить всех гордецов Любая революция, любая война, по крайней мере, официально для этого и ведется Что же такое происходит? Почему же люди не могут этого сделать? Потому что они не такие могучие, как Бог Уступают Ему по своим возможностям И вдруг в 40-й главе совершенно неожиданная вещь Вот на бегемота, посмотри, кстати, слово бегемот В русском языке оно отсюда, вот из книги Иова Вообще бегемот – это зверюга Еврейское – это слово, такой зверь во множественном числе То есть зверь с большой буквы Такое зверище, зверюга Вот на бегемота посмотри И тебя, и его я сотворил Ест он траву, как вол Посмотри на мощь его бедер На могучие мышцы его чрева Хвост его тверд, что кедр Сплетены на бедрах жилы Кости его, что бронзовые трубы Остов его, что железные брутья Вот оно, начало путей Божьих В общем-то, похоже, вроде бы, на бегемота Который в зоопарке – гиппопотам Кроме того, что хвост у бегемотов наших Он маленький, поросячий А тут могучий такой хвост То есть, что-то вроде динозавра на вид И он есть начало путей Божьих Это какой-то очень древний зверь Может быть, намек на того врага Который с Богом припирался в самом начале книги Но напрямую он не называет Во всяком случае, в мире есть некая сила Могучая и древняя, с которой ты не совладаешь Вот оно, начало путей Божьих Лишь Творец его свой меч к нему приблизит Дают ему пищу горы, где резвятся дикие звери Среди лотосов он отдыхает Скрывшись в болотном тростнике Лотосы осеняют его тенью Вокруг него речные ивы Поток на него устремится, он не дрогнет Хлынет и ордан ему в пасть Он спокоен Кто поймает его за голову Кто ухватит за нос Ты не можешь справиться с некой древней могучей силой Которая есть в этом мире Бегемота мало Еще сейчас одного приведу пример А Левиафана на крючок поймаешь Левиафан – это тоже некий мифологический персонаж Такой морской змей Судя по всему, он не дышащий Дальше он тут будет описан очень подробно Левиафана на крючок поймаешь Прижмешь ему язык веревкой Проткнешь ли ему нос тростинкой Вонзишь ли ему крючок в челюсть Ну как рыбу, да Там поймали рыбу И несут ее готовиться или продавать Будет ли он тебя вновь и вновь умолять Жалобно обращаясь к себе Заключит ли он с тобой договор Станет ли навек твоим рабом Будешь ли забавляться с ним как с птичкой Привяжешь ли девочкам на потеху То есть такой анекдот Левиафан – это такой маленький Где-то там прыгает, чирикает Вот его там дают детишкам, девочкам Поиграться Ну конечно это не получится Левиафан – это некая мощная Могучая, грозная сила Которая ну никак Никак-никак тебе не поддастся Придут ли скупщики торговаться Чтобы продать его по кускам хананеем Да, или может наоборот забьют Левиафаны и оптом будут распродавать Изрешитишь ли гарпунами его шкуру Рыбацкими острогами его голову Положи на него ладонь И думать забудешь о битве Вот заканчивается на этом сороковая глава Хотя разговор о Левиафане продолжается в сорок первой И поэтому мы сейчас остановимся Я просто скажу, что вот в сороковой главе Появляются у нас дикие страшные звери Судя по всему мифологические образы Там дракон и другой дракон Как по-русски не знаю это назвать С которыми нельзя справиться В мире есть что-то такое Что подвластно только Богу Назовем это злом Назовем это страстями человеческими Какой-то внутренней стихии Какой-то очень древней И неподвластной абсолютно человеку силой Но в мире она есть Ты, Иос, с этим ничего не можешь поделать В сорок первой главе продолжится об этом разговор Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому